Всем доброго и бодрого утра понедельника. Всем хорошего настроения. В квартире так темно, потому что темно на улице. Логично? Логично. Время сейчас половина восьмого на улице. Дождь, как из ведра. Прохладно в квартире. Июнь месяц, лето, юг, погода. Ты что там творишь? В общем, первое, до чего я дотянулась туда, покрывала, потому что мне стало холодно. Мне нужно было срочно укрыться. Укрылась, лежу сейчас, кайфую. За окном дождь, а моим нужно сейчас уезжать в Симферополь. Мы уже с мамой. Маме надо забрать в Марина и химу в таблетках. Так хочется на море. Что-то в этом году, конечно, погода шалит. Напишите, как у вас погода в этом году летом. Проводила мужа. Он уже выехал за мамой. И сейчас, пока мои малыши спят, у меня есть время одной в тишине попить горячий кофе. У меня есть такой старенький мой Самсунг. Он у нас уже домашний. Здесь скачаны различные маркетплейсы. Очень удобно еще для такого использовать отдельный телефончик. И мы вчера с мужем решили купить электрогриль. В общем, мы выбирали, выбирали. Выбрали две модели и два бренда. Это DeLonghi и Tefal. И теперь между двумя брендами, но я не могу выбрать, муж выбрал вот этот вот Tefal. По нему очень хорошие отзывы и вмещаемость очень такая хорошая как раз для нашей семьи. А мне почему-то нравятся DeLonghi. DeLonghi тоже очень хороший бренд. Не знаю, в общем. Муж говорит, давай вот этот вот брать. А мне вот этот DeLonghi нравится. Какой-то такой вот стильненький. В общем, он говорит, давай думаем. Не знаю, покупают на маркетплейсе или эти заказываются у нас в ДНС. Многие, я знаю, мои знакомые, покупают на маркетплейсе, но на Озоне, не на Валбилет. Напишите, вы покупали технику на маркетплейсе и какой у вас электрогриль. В общем, потом я позабираю электрогриль. И пока буду пить кофе, в процессе я еще буду записывать список дел, которые мне нужно сделать на сегодня. Вообще, у меня на сегодня много чего нужно сделать на улице. Но погода вносится и немножечко корректива. Не знаю, буду, конечно, смотреть. Ну, а пока буду писать, а вдруг распогодится. Какой мальчик красивый проснулся. И сразу ротик открыл. А я здесь хотела почистить матрасик. Постелить чисто постельное белье. И здесь Тёмочка открыл ротик и его быстренько взяла на ручки, потому что все детки спят. Остальные, чтобы он никого не распучил. А вот ему на ручках кайфово. Что ты там рассматриваешь, была? Что ты там рассматриваешь, Тёмочка? Сладкий. Сладкий-сладкий мальчик. Маме надо матрас почистить, Тёма. Постель чистую заправить. Смотри, Катя, кроватка классная. А мне всё равно. Ты куда там смотришь? Вот, видите, всё на гладильной доске. Всё, что должно быть на кровати. Ей, деловой мальчик. Серьёзный мальчик. Серьёзный, серьёзный. И очень сладкий. Камилочка проснулась, умылась. Одела чистенький сарафанчик. Сейчас надо её вот на вот эти вот участки, где она себя кусает. И наношу вот такое вот специальное смягчающее средство. Она хорошо смягчает. Что моя лапка? Что моя жайка? Так. Она уже знает, видите, даёт ручку. Да, вот так вот, чтобы мягкая кожа была. Эти сладкие ручки нельзя кусать, Пимпа. Да. Да. Самое, кстати, это вот лучшее средство, которое смягчает места её покусов. Да, малыш? Давай. Каждый день по утрам и по вечерам мажем эти места и, да, смягчаем, чтобы кожа не грубела. Ой, какой у нас здесь хороший мальчик. Сам себя уже ножкой так подталкивает и укачивает. Здесь очень удобная кроватка с укачивателем. Он уже ловит взгляды на игрушках мобила. Кто у нас здесь такой возмущен в доме поселился? Весь в маму. Сосик. Сосик. Я ему вот так вот поставила игрушечки. Он на них смотрит уже. Мой сладкий мальчик. Мой зайчик. Кстати, такие вот мыслиновые пелёночки очень удобно. Стелить как простенько. Они мягкие такие, комфортные. Они жарко. И укрывать ими тоже очень комфортно, удобно. Мягкие такие. Ну, давай будем кушать, да? И надо уже к ортенке спать. Он уже зевает, мой сладкий мальчик. Ой, вот глазки трёт. Всё, давай будем кушать. Так резко потемнело. Но я, как всегда, делаю несколько дел одновременно. Пока буду кормить Тёмочку. Апачи. Бальзам. И буду читать книжечку. Несколько дней такая погода в Крыму непонятная. Выглядываешь в окно и знаешь, как одеться. В общем, я надела джинсы, свои любимые кроссовки. Кстати, мне их починили. И так удачно, хорошо. А вот бегу я сейчас на рынок, пока дождик прекратился. Попросила маму. Они ехали в Симферополь. Говорю, заедь к нам. Пока Леша будет обедать, побудь. Я быстренько сбегаю. Куплю продукты. Мне нужно сейчас ещё зайти на почту. и забрать посылку, которая ко мне уже давно пришла. Я всё про неё забываю. Но вот сейчас вспомнила. Хорошо, мы с тобой есть паспорт. И можно зайти забрать. Я уже немножечко продуктов купила. Хочу так мизии с помидором. Сегодня сделаю. Черешня. Ой, же слива пошла. Малина по 300 рублей. Цена такая неплохая. Давай. Давай тебе копейка. Спасибо. Я всегда беру листовки. Люди зарабатывают. Я это очень уважаю и поддерживаю. Так, ну, почту. Так классно, никого нету. Я сейчас быстренько сберу. Что обычно всегда в очереди. Она без мяса? Нет, без мяса. Это вообще сарай. Ладно. Так. Надо огурцы и перчик. Картошка не надо, помидоры. Может, и надо. Купила продукты, оставила у девчонок на рынке. И сейчас мне надо сбегать на пассаж. Смотрите, какие красивые розы. Обожаю цветы. Розочки. Они так красиво здесь высажены. Такой аромат от них приятный. Ветерочек такой дует. Но он прям жаркий. Дышать нечем. Парит сильно. Ну и погода такая, конечно. Полчаса нет дождя. Потом дождь. И моментально всё сохнет. Потому что парит сильно. Пойду на пассаж, заберу свой заказ. И побегу уже домой. Нужно делать всё очень быстро. Тишина и покой. Вообще не знаю, кто-то ходит вот в такие оффлайн-магазины. Я уже давным-давно сюда не хожу. Вот только забираю заказ Арифлэ. И ничего не покупаю. Хотя раньше ходила сюда покупать. Заказ мой ещё не пришёл. Приду за ним. Аж 2 июля. Ну, да ладно. Значит, пойду налегке. Продуктовые покупки. Вот это всё принесли мои вот эти золотые рученьки. Каждый день покупаем овощи, фрукты. Для того, чтобы наполнялся организм необходимыми витамины. Так, расскажу вам цены. На что помню. По-моему, на всё и помню. Что многим интересно, что мы покупаем. И по какой цене этого нас. Купила мидии. Очень хочется сегодня пожарить их с луком и с помидорами. Здесь у меня полкилограмма на 270 рублей. Полкилограмма. Черешня очень сладкая. Я уже попробовала несколько штук. Проверила на наличие мяса. Мяса не было. Значит, раз в нескольких штуках нету. Значит, и нету везде. Ну, я так себя успокаиваю. По 100 рублей. Очень вкусно. В этом году, конечно, цены на фрукты и овощи нас очень радуют. Перчик болгарский подешевел. Уже по 90 рублей. Здесь у меня килограмм. Помидоры по 70 рублей. Прям они очень сладкие. Телеком прям беру каждый день. Покупаю минимум килограмм помидоров. Наша любимая сгущенка Рогачев. Девочки, мне советовали еще другой бренд белорусской сгущенки. Но у нас только Рогачев. Вот 120 рублей купила. Масло джинкойское подешевело. Стало 179 рублей. Было 200-209. Радует, что дешевеет. Они дорожают. 82,5% жирности. Огурцы 45 рублей за килограмм. Лук 45 рублей за килограмм. Масло слобода 160 рублей. Бедра куриные 280 рублей килограмм. Разрыхлитель ХАС 10 рублей. Город старая еще цена. Макароны Маква 75 рублей за пачку. И сливки сегодня я буду делать детям мороженое. 500 рублей за килограмм. Здесь литр. Нарезала овощи, помидоры, огурцы, перец, зелень. Это все сейчас перемешаю. Но заправлять ничем не буду. Такую небольшую кастрюльку. Ставлю это в холодильник. И потом каждый себе берет столько, сколько надо. И заправляет чем хочет. Масло, майонез, сметану. Это очень удобно. Для приготовления домашнего мороженого нам понадобится всего лишь 2 ингредиента. В последнее время я вам часто показываю, как я с кофе в прикусочку ем домашнее мороженое. И так просто показываю, какое мороженое я приготовила. И еще многие у меня спрашивают рецепт. Так вот, я вам рассказываю. Беру сливки. Обязательно 33%. Не обязательно брать вот такие вот, как у меня. Любые сливки 33%. И сгущенка. Мне нравятся именно вот эти вот сливки. И вот с сочетанием вот с такого сгущенка. Опять-таки сгущенку вы можете брать, какую вы хотите. У меня сегодня вся посуда занята под черешню. Поэтому буду взбивать вот в такой вот кастрюльке. Взбиваем сливки. Мне просто одной рукой и с камелочкой не совсем это удобно делать. Минут 10. И потом заливаем сгущенку. Если литр, как у меня, например, сливок, да, то целую банку сгущенки. Если пол-литра сливок, то, соответственно, половину банку. Если делать сгущенки, все это тоже взбиваете и отправляете на заморозку в морозильный 4-5 часов. И вкусное домашнее мороженое вас будет радовать. Мне муж говорит, это как, говорит, вкус из детства. Когда, говорит, мы ходили с мамой, с папой. И вот в Советском Союзе мороженое, знаете, в таких металлических креманках. Говорит, вот вкус оттуда, вот, говорит, натурально, вкусно. И вы знаете, что вы туда добавили, нет никакой химии. Одну руку, конечно, не совсем это делаю дружно, а у меня нету штатива такого маленького. Но я уже решила вам показать процент. Теперь берем сгущеночку и выливаем в нашу массу, полученную от сливок. Я всю банку выливаю, так как у меня литр, напоминаю сливок. Очень вкусно от этого сгущенка. И состав у нее очень хороший. Мне нравится. Сейчас ложечку, надо будет остатки сгущенки еще достать. Вот так, немножечко взбиваю венчиком. Перемешиваю. И затем еще раз взбиваю. Так, все, я уже всю сгущенку сюда вылила. Теперь все раз хорошо взбиваю. Ну, где-то, наверное, минуту-ка-забить. У меня такие вот большие стеклянные контейнеры. Надо будет купить поменьше и пластиковые. Мне будет гораздо удобнее охлаждать это мороженое, замораживать. Но пока есть, что есть. Сейчас сюда буду заливать поровну, чтобы было, чтобы все равномерно. Однакое количество было в каждом контейнере. Вот по такому количеству получилось. Закрываем крышечки и отправляем на заморозку в морозильник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...